Вы ждали! Вы ждули! Это немножко не отсюда, но я не могла это не сказать. Привет, ребята! Вы очень просили. У меня влоговый формат, и вот, наконец-то, я выхожу к вам с новым влогом. Изначально я хотела сделать видео про одну неделю из моей жизни, одну неделю из жизни студентов Китая, но я понимаю, что каждый день моя рутина примерно одинаковая, повторяется, вот. А на этой неделе меня не ждёт каких-то интересных событий. Поэтому я решила посвятить это видео обзору на общагу, обзору на кампус. Покажу вам, какие тут есть магазины, приблуды, что тут вообще посмотреть можно и чему можно подивиться. Что рассказать? Тут огромные перепады температуры. Уже сто раз похолодало, сто раз потеплело. И мы вот думаем, как же нам всё-таки утепляться? Я думаю, что мы будем всё-таки использовать кондиционер, но кондиционер сильно жжёт электричество. И вчера я увидела у ребят из соседней комнаты вот такую штуку. Вот так вот утепляются в общаках, клеят на всю площадь вот этого окна, вот этих дверей. Это и окно, и двери, всё одновременно клеят вот такую вот штуку. Но мы не знаем, я просто очень люблю этот вид из окна, и я не хочу его ничем заклеивать. Поэтому с отоплением пока решаем. Думаем, как видите, я думаю, на фоне видите, что комнату мы обжили. Многие меня спрашивали, как дела с соседкой, всё хорошо, мы с ней как сестрички, сошлись характерами. Всё у нас отлично, сейчас она на учёбе, у меня сегодня выходной. Вот, но обычно в этот выходной я снимаю видео наперёд. На неделю вперёд, поэтому для меня это не совсем выходной. Я сейчас заказала себе поесть пельмешек. Да, на завтрак я ем пельмешки тут. Пока я их жду, давайте я вам покажу какие-то интересности нашей комнаты. Здесь, ребята, очень влажно, поэтому в каждой комнате есть вот такие вот шарики. Ну, мы сами их купили себе. Мы их развесили себе в шкафы, в обувные ящики положили, повесили в ванной. Потому что из-за влажности одежда может быстрее портиться, обувь может быстрее изнашиваться. Чтобы продлить им немножко жизнь, мы все купили вот такие вот шарики. Посмотрите, какие у нас милые постельные белья. У нас одинаковая фирма, и у обеих с медведями. Это такой очень приятный материал. Я даже не знаю, это как будто бы плед, но это постельное бельё. Отличная вещь, очень хорошо греет, очень тёплое. И, как видите, я тут уже запаслась кучей ламп. У меня уже каких ламп только нет. Есть лампа вот такая, две лампы закатных. Есть лампа, которая... Ой, а я вам могу её попозже показать, как она светит. Это такая лампа, называется она «Северное сияние». Ещё я купила вот такую гирлянду. Скоро Новый год, блин. Скоро Новый год, блин. Уже. Она вот такая вот обычная. Я её ещё ни разу не включала вечером. Вот, просто лежит пока что. Вот, собрала я тут корову. Помните у меня? Или не помните, по-моему, на Ютубе? Да, было у меня видео на Ютубе, где на фоне стояли мои конструкторы. И здесь я решила не изменять традициям и купила себе конструктор. Собрала, удовлетворила свою потребность. И всё, пока что мне хватает этого. Здесь у меня мини-кухня. Лежат всякие чаи. Смотрите, какой интересный чай в пакетике. Это даже не чай. Это как бы фрукты. И внутри вот такие вот кубики какие-то. По сути, это как сладкий напиток. Даже это не чай. Он никакого цвета даже не имеет. Но написано, что это фруктовый чай. Поэтому никаких претензий. Чёрный чай. Тоже чёрный чай. Витаминков заказали тут себе. Потому что без витаминков тяжело как-то. У меня глаз дёргается уже две недели. Всякие невкусности, которые я тут купила. В Китае вообще с едой как бы тяжело. Но вот из таких вот вещей, по типу печенек, вафелек, можно что-то вкусное найти. Вот у меня тут сникерс лежит. Протеиновые вафли какие-то. Кстати, хотите обзор на китайскую еду? Я вот думала об этом. Я же ведь не пробовала ещё никаких куринок лапок. Ничего не пробовала. Я могу ведь купить в магазине и попробовать. Если вам интересный обзор на какие-нибудь снейки и так далее, пишите в комменты. Я сделаю обзор на китайскую жрачку. Приблуду себе сделала. Видите, у меня здесь пространство. И это очень неудобно. Но я вывела из этого свою пользу. Там есть розетка. Я протянула переходник. И теперь у меня есть розетка около кровати. Розетки тут, кто переживал. Я думала везти сюда, не везти. Розетки-то переходники. Но, как видите, здесь есть и для наших розеток разъёмы. И для их. Здесь живут две бабки. Имеется тонометр, который с нами по-английски разговаривает. Раптор. От тараканов ультразвук. Да, тараканы есть. Тараканы есть. Их немного зависит от этажа, на самом деле. От этажа, от местоположения комнаты. Наша комната располагается далеко от кухни. При этом откуда-то берутся. Откуда-то берутся один в неделю точно. Но один в неделю это не один в день. Давайте будем мыслить так. Пшикаешь на них штукой от тараканов. И всё. Они все сразу отходят. Мираной. Забила я себе тут полку с обувью. Это вот мои из Кореи привезённые. Если кто помнит влог из Кореи смотрели. Нет. Вот. Здесь у меня Джорданы купила себе. Не самые удобные, кстати говоря. Очень узкие на носу. Но я надеюсь, что я к ним привыкну. С пандочкой. Вот. Мой размер. Не знаю, чего они. Немножечко не прям удобные. Вот. Но ничего. Я купила себе свою мечту. XB Eiter. Ботинки кожаные. Тоже. Не знаю, как можно делать такую красивую, такую неудобную обувь. Но я уже привыкла. Я мартинсы свои. Вот такие вот. Относила. Сколько? Два года, три года. И каждый раз они мне натирали. Мои коммерсы старые лежат. Сандальки. Вот там тоже у меня лежит штука от влаги. По-моему, она заполнилась вся. Ее надо, наверное, менять. Видите? И следующий ящик. Тут у меня. У нас все поровну. В тех ящиках. Иланина. Вот. У меня тут штука водоотталкивающая нашла. Немецкую, кстати. Да. Да. Бросай! Кидай! Кидай ее нафиг! Короче, немецкая штука от влаги. Водоотталкивающая. Вот. И... Тут вообще все надо. Водоотталкивающая. Водопрогоняющая. Там стоят майданки. И... Вот еще одни ботинки XB Aider. Ах! Хожу модничаю. Потому что... В России я что-то таких не находила. Ну и тут они дешевле. Из приблуд еще что? Отвалились у нас почему-то крючки. Вот понимаете? Просто по ним рукой проводишь. И вот верхняя часть их отломилась. Я не знаю почему. Наша мини-стиралка. В ней мы стираем трусы-носки. Такое всякое. Потому что я не хочу носить в общую стиралочную, постирочную свои какие-то такие личные вещи. За этим стираем тут 10 минут. И оно как бы постирано. Просто наливаешь туда воду. Тут такая трубочка. Она не позволяет воде вытекать. Когда нужно воду слить, трубочку упускаем в раковину. И стирается. А это отпариватель. Рядом с нами, кстати, замок. Я вам покажу, как он работает. Когда Илана придет, нужен просто второй телефон. Потому что через телефон мой телефон никак не откроет. Я не смогу снимать одновременно и открывать. Понимаете сами, да? Мы заходим в мини-приложение в Витчате. У нас есть кнопка. Она нажимает на кнопку. И... Валя! Глазочек. Чтобы смотреть на наших гостей. Это не мы, кстати, вот его так закрыли. Это кто-то так закрыл. Вот мы с вами в ванной. Она осталась все такой же непрезентабельной. Но хотя бы теперь у нас есть шторка. У меня есть ирригатор. Да? Например. Например. Средства для мытья посуды. И я себе тут заказала полочку. Потому что мне неудобно лазать. Ставить все на бочок унитаза. Или на пол. Поэтому я вот себе такую полочку сделала. У меня тут мои всякие мыльно-рыльные принадлежности стоят. Сижу, учусь. Вот по такому учебнику занимаюсь. Это мой основной учебник. 10 часов в неделю мы по нему учимся. Посмотрите, какая у меня симпатичная к нему закладочка. Как вам? С пандами. Куда я показываю? С пандами. И вот такая вот у меня тетрадка. Это мне в Бургер Кинге дали наклейки. С спаньбобом. Тетрадки для прописывания иероглифов. И вот я сейчас сидела, прописывала иероглифы. Я их часами, я часами их прописываю, ребят. И иногда мне кажется, зачем я все это делаю? Прописал, думаешь, ну все, на всю жизнь запомнил. Неделя прошла, все. Все забылось. Но что-то все-таки откладывается. Прогресс — это такая штука, она не всегда видна. Не всегда ярко заметна. И чем больше учишься, тем больше новой информации ты получаешь, тем больше мыслей о том, что ты ничего не понимаешь и ничего не знаешь. Главное тут, я считаю, не останавливаться, продолжать вкладываться в себя, в свой прогресс, в свое будущее, в свое образование. Образование — это важно. Образование, которое актуально и которое откроет дорогу в яркое будущее, еще важнее. Это я все к чему? Обращение к одиннадцатиклассникам и студентам старших курсов колледжей. В этом году Центральный университет открывает первый набор на программу бакалавриата, которая стартует в сентябре 2024 года. И сейчас есть возможность выиграть грант и учиться в университете бесплатно. Сейчас расскажу вам все по порядку. Что такое Центральный университет? Это университет, созданный при партнерстве Тинькофф и других ведущих компаний для подготовки будущих лидеров мира IT. В разработке программы участвовали топовые практики IT-компаний и лучшие эксперты мировых вузов. Они точно знают, какие специалисты нужны рынку и помогут вам получить актуальные знания, которые можно будет применить в будущем. Важно! Это не курсы, а именно очное университетское образование. Обучение платное, однако университет готов предоставить своим будущим студентам 50 грантов, полностью покрывающих стоимость обучения, а также неограниченное число грантов, которое покроет 75% обучения для самых талантливых абитуриентов. А это значит, что у вас есть шанс получить актуальное высшее образование по направлениям разработка, искусственный интеллект, бизнес-аналитика совершенно бесплатно. А вместе с грантом вы можете получить приглашение на оплачиваемую стажировку в Тинькофф или других ведущих IT-компаниях страны. Конкурс на гранты уже открыт, а это значит, что чем раньше вы зарегистрируетесь, тем больше у вас шансов получить желанный грант. В конкурсе могут принять участие 11-классники, а также студенты старших курсов колледжей. Специальная подготовка для участия в нем не требуется. Количество попыток прохождения отбора не ограничено, поэтому, если у вас не получилось один раз, вы можете попробовать еще раз. Об условиях отбора можно почитать по ссылке в описании. Как раз переходите по ссылочке в описании, регистрируйтесь на первый этап отбора и не упускайте свой шанс получить качественное образование в востребованной сфере совершенно бесплатно. Мне, кстати, придли мои пельмени, поэтому пойдемте за пельменями. Место, где мы забираем заказную еду, находится не прям рядом со входом в общагу, поэтому я прям просто в пижаме за ней не выхожу. Ну, вот, обычно приходится одеваться. Кстати, все, что вы на мне видите, было куплено в Китае уже. Джинсики вот такие вот. Да, нашла для себя один магазинчик, где размерная сетка мне подошла, потому что часто приходится гадать, играть в морской бой реально, чтобы понять, где какая размерная сетка и подойдет ли она мне. Знаете, там, не прошла по бедрам, прошла по талии. Слава богу. Еще заказы еды. Раньше я очень стеснялась, потому что заказывать еду и обычно звонит курьер, которого понять очень сложно, даже если у тебя хороший китайский. Так вот, я просто заказываю через приложение LMA и пишу курьеру, как только мне его назначают. Здрасте, я по-китайски ни-ни. Поставьте на полку, напишите мне, какая полка. Спасибо. Вот. И обычно на этом коммуникация с курьером заканчивается, они все все понимают, но иногда мне все равно звонят или мне все равно пишут. Ну, тоже я подключаю свой какой-нибудь китайский, все им объясняю, но в целом никаких проблем с такой коммуникацией нет. Просто созваниваться с курьерами, ну, это для практики языка не имеет никакого значения, потому что, что говорят курьеры, никто не понимает. Ни те, у кого я ческей 5, ни те, у кого я ческей 6, практически никто. Все, ребята, собралась, пойдемте. Идем мы с вами вовремя. Обед еще не начался, сейчас идут уроки, вот, поэтому народа должно быть меньше. Покажу вам, так сказать, окружающую обстановку, сгоняем с вами до стеллажа, вот, и можно что-нибудь еще сейчас покажу. Общака, кстати, полупустая, я почти никого не вижу в коридорах. Пойдемте покажу вам кухню, это вот лифты, лифты, лифты. Сейчас покажу кухню. Здесь там никого нет. Кухня вот такая. Сейчас посмотрим, бегают ли тут тараканы. Вроде не бегают. Но я тут с девчонками была за компанию один раз, готовили мы тут что-то. А так я сюда не захожу, что-то как-то не хочу. Тут есть шкафчики, каждая по номеру комнаты. Так вот. Мы что-то как-то раз открыли шкафчик нашей комнаты, а там, я даже не могу предположить, что это, что-то заросшее чем-то. Я не знаю. По-моему, здесь никто с временем ковида не убирался. Ну, наверное, такой-такой вывод у меня есть, потому что, реально, все было настолько грязным, когда мы приехали, что вывод такой. Никто даже не думал тут убраться. Ну, слава богу, поставили в воду нагрев, и нормально. Давайте поедем вниз. Welcome to the STU. Лифтов три. Один из них. Ну, не часто, но ломаются иногда. И вот если один из трех лифтов сломался, несмотря на то, что тут не так много народа живет, очень сложно дождаться лифта, я спускаюсь пешком. Сейчас, может быть, покажу вам наш аппарат для пополнения электричества в комнате. Вот и он. Этот аппарат. Набираешь определенную комбинацию, номер твоей комнаты, и прислоняешь карточку университетскую, и таким образом пополняешь электричество, иначе никак пополнить нельзя. Вот. А это наши пропускные автоматы. Спасибо. Вот вам окружающая действительность. На дворе какое-то ноября. 19-е, 20-е, кажется. Вот. И сегодня где-то градусов 15, наверное. Вот. Ну, не холодно, в общем-то. И вот так вот мы с вами идем за едой. Вот. Посмотрите, сколько велосипедов, сколько мотобайков. Очень много. Все тут ими пользуются. Вот там можно увидеть столовую, в которую я не хожу. На третьем этаже там спортзал, а это вот столовая. Ну, может быть, мы с вами зайдем в столовую, просто сейчас мне туда не надо. Вот. Мы идем с вами вот туда, на выход из общаги, вот, чтобы... чтобы забрать мой пакет. Курьер мне прислал фотографию моей еды. Вот. И мы ее идем забирать. Вот так вот выглядит стеллаж с едой. Мне прислали штамуэт вот этот. Просто забираете и уходите. Тут вообще интересная система забора посылок. Любого масштаба. Любой дороговизны. Тебе могут привезти что-нибудь за 50 тысяч, положить на, ну, такой стеллаж. И это кто угодно может забрать. Но повсюду камера. И в целом, такое тут настроение, знаете, не воровское, да? Никто ничего не ворует. Вот. Никто ничего чужого не забирает. Если забрали, то по ошибке. Сейчас покажу вам постирочную. Не сразу пойдем домой. Страмки есть не на всех этажах. Только на нечетных, начиная с третьего. По-моему, так. Где-то плохо. Раньше было, когда мы только заехали, была одна стиралка, одна сушка. Сейчас на каких-то этажах две стиралки. Но все еще одна сушка. Это вранье. Оно не работает 24 часа в сутки. Вот так выглядит постирочная. Здесь можно и посушиться, и отпариться, и выбросить мусор. А вот и сами стиралки. Как это работает? Когда вы хотите использовать стиралку, вы сканируете код в Вичате и регистрируетесь в специальной программе. Там вы оплачиваете заранее стирку. Стирка стоит 4 юаня, сушка стоит 7, но может стоить 15, в зависимости от того, какой температурный режим вы поставите. Можно забронировать заранее, находясь в комнате в своей. Вы просто открываете вашу переписку с этой компанией, выбираете там, что хотите постирать или посушить. Видите свободную стиралку сейчас или через сколько она будет свободно. Подходите. Плюс-минус 10 минут вы можете начать стирать от вашего времени или сушить. Вот. Сейчас есть стиралка свободная, бронировать нечего, приходи, стирай сколько хочешь. Вот. Работает нормально, сушит хорошо. Я там в основном стираю крупные, типа постельного длиня. Вот. Все это хорошо у нас. Стирается, сушится. Вот. В принципе, я где-то раз в неделю пользуюсь стиралкой. Раньше вообще не хотела сюда приходить. Мне было брезгливо, но потом я такая, на пофиг. Несмотря на то, что стиралка стирает на холодном режиме. То бишь, какие-то прям сильные пятна, она не отморит. Надо либо вручную, либо как-то, не знаю, почему-то нельзя выбрать нельзя выбрать этот теплый режим. Как-то так. В принципе, я нормально живем тут. У меня перестал болеть живот на любой прием пищи. Знаете, было такое. Вот. Очень все удобно. Можно поставить чайник. Мы его так называем бойлер. Когда он разогревается, он становится это. Он начинает бурлеть, как чайник. Я вернулась домой, потому что сейчас уже начнется обед. Все вывалятся, кто откуда, кто куда. Будет очень сложно что-либо снимать, потому что народу полно. Как-то мне не хочется, чтобы много людей попадало в кадр. Вдруг им это неприятно. И поэтому, наверное, я выйду во второй половине. Мне, когда обед закончится, снова начнутся уроки. Обед тут с 11.30 до часа. Причем у многих компаний. Условный банк, в котором у меня сделана карта, он работает с 8 до 4. И у них еще обед с 11.30 до часа. То есть сложно, да, попасть немножко. Сложно. В обед туда не доедешь между уроками. Вот. Но в целом у меня есть еще несколько дней, чтобы показать вам, что тут и как, потому что кампус большой и прям целенаправленно по нему весь день сегодня ходить я не вижу смысла. Покажу вам все просто степ-бай-степ. Наверное, вам интересно увидеть, где мы забираем посылки, где покупаем еду. Покажу вам красивый парк у нас здесь рядышком. Может быть, в него как раз схожу после обеда сегодня. Вот. Либо ближе к вечеру. Посмотрим. Привет, ребята. Это уже другой день. Сегодня у нас 23 ноября. И 23 ноября, обратите внимание, потому что я одета, очень тепло. И угадайте, что? Я заболела. Я думаю, что я никак не могу привыкнуть, мой организм не может привыкнуть к климату. Кажется, что он достаточно приятный, потому что, ну, в принципе, достаточно тепло. Только несколько дней было очень холодно. Но существуют огромные перепады температур, то бишь ночью может быть 5 градусов, а днем 24. Из таких перепадов, мне кажется, организм не успевает просто подстроиться. И я вот catch a cold, как говорится. насморк у меня, корла болела и ломила, ломила тело. Вот, вчера весь день. Поэтому я сегодня не пошла на занятия. Вот. Но решила все равно вам что-нибудь поснимать, пройтись, выйти, потому что я уже второй-третий день на вам сижу. Вот. Ну, это это аномальная какая-то жара. Тут в ноябре тут так быть не должно. Но мы вот привезли, так скажем, с собой тепло. Сейчас я гуляю по парку в нашем кампусе. И тут вообще-то очень большой парк. Каждый раз я иду разными тропинками и нахожу что-то новое. Давайте вам тихонечко буду показывать, что тут есть. Еще очень часто видим самолеты. К концу дня вообще все небо в этих черточках, потому что рядом аэропорт. Очень много самолетов. А вот если бы они могли брать билеты на авиасейлс, то еще бы чаще летали. Повсюду вот такие беседки. Знаете, что происходит в этих беседках, когда темно? А вот догадайтесь, что там может происходить. О, смотрите, там что-то снимают. В общем, в беседках происходит то, о чем не принято как бы говорить. Слух здесь. Вот. И не только, знаете ли, когда темно. Когда светло, тоже можно кое-что заметить. В общем, это. Китайцы наслаждаются друг другом в этих беседах. Обычно я сюда прихожу вечером, когда тут нет никого. А тут зашла днем, тут в одном месте что-то снимают, в другом месте рыбачат, в третьем месте проводят какую-то гимнастику, в четвертом играют на трубе. В общем, посмотреть есть на что. может быть, после парка зайдем с вами в пару магазинов, покажу вам, что там вообще продается, какие цены. Вы сможете все увидеть сами из моих рассказов, что сколько стоит. Мне очень нравится, что тут повсюду ивы. Верно ведь? Ивы. Если бы их тут не было, не так атмосферно было бы. Очень здесь знаете, природно. Я раньше не испытывала желания гулять по паркам, но когда я сюда приехала, как-то мне прям хочется поближе быть к воде, к деревьям. Надо вам как-нибудь поподробнее показать Сиху, но мы туда приехали вот в субботу, там было ни пройти, ни проехать. Очень много людей туда приезжают. Давайте мы сейчас с вами выйдем. Я вообще, я никак не могу запомнить, куда тут какие дорожки ведут. Повсюду мотобайки, велосипеды. Я уже к ним так привыкла. Они повсюду. Все ими утыкано. Тут где-то есть кофейня. Ой, не кофейня, чай, чайочная. Чаёвня ж, наверное. Я вот её ищу. Кажется, я её, кстати, нашла. Это что, кошка? Надеюсь, что это кошка. Я тут в каждой живности пугаюсь. Недавно видела в кумбе курицу. Что ж, давайте сейчас зайдём с вами в пару магазинов. И я вам покажу то, что я до этого отсняла, когда со мной были девчонки, как мы забирали посылку с Таобау. Когда вы заказываете посылки, вам их обычно присылают в специальные пункты, которые называются Цайняо. У нас три таких пункта на кампусе. Я вам покажу, как мы забирали оттуда посылку. Обычно посылки приходят только туда. И приходят они где-то за неделю. То есть в последнее время я часто как-то жду, а так обычно не приходят быстро, за два дня где-то. А ещё, у нас был прикол. Мы хотели купить костюмы телепузиков и ходить в них по кампусу. Но мы такие думаем, ну чё мы? Зачем нам это? И как-то эту идею отбросили. А мы смотрим, реально китайцы ходят во всяких пижамах с ушками, когда холодно становится, а не поют в них по кампусу. И в тапочках. Окей, давайте сейчас покажу вам, как мы забирали посылку с Таобау. Вы заходите. Например, у меня сейчас полка 19,4. Значит, мне сюда. Выбираете вашу полку и ищете что-то похожее на вашу посылку. И дальше нам нужно эту посылку отсканировать. Посылочку нужно отсканировать с помощью кода, который есть у прекрасной Рады. У меня этого кода нет, к сожалению. По китайскому рандому мне его не досталось. Поэтому мне нужно просить работницу, которая вот пикает это всё вот там вот работника отсканировать. Либо просить кого-то помощи. Потому что если вы забираете так, не пропитывая посылку, опять же, вы можете забрать чужую случайно, у меня такое было, потом возвращать. Она у вас будет отражаться в приложении всё время, всё время будет висеть уведомление и непонятно какие у этого последствия. Просто будет раздражать. Рада забирать посылку. Давайте собираем мою. не забирается. Всё, забралась. Спасибо. Посылок очень много. Иногда их вообще на улице складывают. Вот. Это вот пекарня чёрненькая. Давайте посмотрим, что там продают сегодня. Вот так выглядят булочки. С чем они? Не ясно. Но они у них какие-то очень сильные искусственные сладкие. То есть вот здесь выглядит нормально, но в ней какие-то бобы. Вот такая булочка стоит 6 юаней. Везде кладут видите вот вот рыжая вот такую штучку. То есть она везде на всех на всех булочках здесь фактически. Она есть. Вон она лежит наверху или между слоями. Это рваная говядина, которую они все тут очень любят. Я не знаю почему. Это не очень вкусно. И тортики 15 юаней, 12 юаней. Вот это неплохие булочки. 4 юаня одна штука. Вот. Вот это тоже неплохо. 16 юаней. Но очень сладко, конечно. Вот какой-то такой ассортимент у них в пекарнях. Какие-то тут... Ой, что так сверкает-то? Извините, пойдёмте отсюда. Это вот стоянки для самокатов. Они, по-моему, как телефоны заряжаются от розетки. А это вот постирочная помывочная, как я понимаю. И швейная, наверное, тоже. Вот. Фруктовая лавка. Ой. Это вот другие ворота нашего универа. Видите, вот так же на стеллаже оставляют еду. Вот с цветами кто-то кого-то ждёт. Думаете, тут всегда так безлюдно? Нет, я просто вышла в момент, когда все на учёбе. Вот. Это, кстати, магазин констоваров. Можем тоже зайти. Ну, такое, не констоваров, но там много чего есть. Всякое-всячина тут продаётся, но тут, знаете, не самый, думаю, дешёвый ассортимент. Я даже цен не вижу, честно говоря. Вот то, что мы заказывали с Таобао, потому что не нашли в обычном магазине. Вот жидкость для унитаза 28 юаней. Но Таобао не дешевле. Протиратель для стекла, жидкости. Не вижу, сколько. Может, на другом есть? Сейчас посмотрим. О, 15. Порошок. Вот этот есть во всех магазинах, он в районе 30 стоит. 20. О, 20. Мыло 12 юаней. Удобная паста. 8. был у меня такой шампунь за 58 юаней. Мои волосы его не очень полюбили. Тут есть всякие штуки для креатива, вон, видите, целый путь всего. Ну, это такой, знаете, магазин convenience store, я бы сказала. Тут всего полным-полно. И шлемячики, и шарики вам, и все. Очень красивые есть закладочки. Тут я тут покупала свою закладку для книжек. Ну, а для чего еще, собственно, наклейки есть. наклейки. Какие-то так, знаете, для забавы. 5 юаней. Ручки. Ручки, ручки. 6, 4,5. Но есть и дорогие. В основном 5, 4, 2, 3. Вот так. Кстати, очень сложно найти тетрадку в клетку. В основном все в линейку. Все посмотрим. Это вот безлинейные тетрадки 14 юаней. Вот это есть и обычные, конечно. Но вот в основном они все вот в такую линейку, в такую линейку. 7 юаней. Вот как-то так. Какие-то такие цены. Есть дешевле. вот. Ну, на Таобау наверное дешевле заказывают. Не знаю. Я просто в основном все покупаю тут. Потому что я не знаю, мне лень ждать доставку, но одежду я покупаю на Таобау. А все остальное мне нормально. Покупаю тут. Вот. Можем посмотреть, что еще есть на вывесках тут. Это я не знаю что при Юи Чонсин. Ой, наверное тут изучают японский, кстати. это я не знаю что. Это здесь помогают чинить телефоны, компы. и в целом тут, по-моему, Apple продают. Это вот чайный Unicom, один из сотовых операторов китайских. Здесь у нас оптика. Можно подобрать очки, линзы, купить цветочки. Почта, кстати, нам присылали. Нас девчонкам присылали из России посылки, кстати. Вот, все прекрасно доходило. Единственное что, вытащили тушонку почему-то. Тушонку почему-то не разрешили привезли сюда. Очень мне нравится аллея вот этих красных деревьев. Очень они красивые. Там вчера девочку снимали для ролика, наверное, какого-то. Она была в очень красивом платье, и она круто кружилась. типа вот. Ой, тут череда китайцев. Извините. Сейчас покажу, куда нам приходят посылки с Пойзона. Вот еще одни наши ворота, стеллаж с едой. И вот тут стояла машина, когда я шла. Сейчас ее что-то нет. Короче, вы просто после пар идете, а вот здесь разбросаны синие коробки. И вот вы среди этих коробок ищите свою. И все, забираете. Все, что вам нужно, это сзади меня еще одна столовая и отделение банка Агрикалчурл банка. А моего тут нет, и мне приходится за два километра отсюда ходить, чтобы деньги положить. А сзади полицейский какой-то участок и ремонт ноутбуков и телефонов. Давайте я вам сейчас покажу ассортимент обычного продуктового магазина. Идемте. Заодно возьму себе антисептик. у меня кончается уже. Вот он тут в рандомном месте стоит, понимаете. Найди, не найди. Очень много лапши. Очень много лапши. Смотрим цены. уаней, 5 уаней, 5 уаней, 6, 28 ребята. Вот в основном они все по 6 по 7 уаней. Похоже на то. Здесь вот чипсы. Ребята, как считаете снимать обзор на китайскую еду? Потому что посмотрите, что тут есть. С куриной ногой чипсы, понимаете? 9, 4, 7, 7. Вот. Есть мед овсянка. Акации и не акации 28 еваней. Есть овсянка. Такая, которую водой заливаешь 25 еваней. Стоит. Вот такие всякие штуки тут. Тазы. Русский мальчик. Всякие закуски. Тут очень много всего странного. Вот это что такое? Испортилось что или еще? Всякие штуки, которые могу попробовать. Я думаю. Переходники для розеток нужная вещь. 78 еваней. 78. Тут розеток ван как много. Все равно дорого. Решные палочки 5 еваней. Но в целом кстати вот фены если надо. лампы настольные. Я вот такой купила себя. Ну вроде живу нормально. Конечно это не супер мега крутая лампа. Что есть то есть. Тоже тетрадочки тоже по 7 еваней по 5 еваней лежат. Вот напитки. Libreso 16 еваней 22 еваня. 13 25 но тут смотря сколько их смотря какие они. Полка с шоколадками 5 4 11 11 напитки 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 тоже тут по-разному они конечно но видите вот в основном все по 5 я вижу что тут все стоит 5 никогда не обращала внимания но тут походу все столько стоит в районе 5 вон еще какие-то эти что тут у нас 25 ополаскиватели понтины наши есть эти всякие head and shoulders вон невеста и главное не забыть что это не мое оплатить это надо я могу забыть это вот столовая я туда мега редко хожу знаете по какой причине я туда иногда хожу короче надо же платить за электричество в общаге а чтобы платить за электричество нужно чтобы на студенческой карте были деньги потому что в другом никак не оплатить студенческой карте на ней иногда заканчиваются деньги и нужно пополнять и когда вы по новой пополняете карту ее надо активировать и знаете где ее надо активировать Правильно, в столовой Почему такая логика, я не знаю Почему нельзя поставить рядом с автоматом электричество Какой-нибудь автомат для активации карты Потому что почему она каждый раз дезактивируется, я не понимаю Сейчас мы с вами идем в европейзированный магазин здесь Family Mart называется Пошли Здесь всякие йогурты Тут все, конечно, подороже Например, вот этот стоит 9 юаней Этот стоит 11 Кстати, мой любимый йогурт Я его пью, когда не успеваю позавтракать Такое часто происходит Опять же, всякие сладости Но они дороже тут, чем в других магазинах Типа Этот стоит тоже 4, а вот этот стоит 10 либо 5 Я вот не понимаю, сколько оно стоит 10 или 5 Не знаю Но оно дороже здесь Всякие шашлычки можно набрать Можно тут здесь покушать А, вот эти печеньки вкусные Но они, по-моему, дешевле в обычном магазине Здесь у них стоит 9 Oreo Вот эти печенья тоже вкусные Я говорю, так будто вы их у меня попробуете Ну вдруг вы сюда приедете и попробуете Всякие киндеры и прочее Думаю, нам точно нужно снимать обзор на китайскую еду Потому что вот что это все такое Что вот это все такое Что это все такое Непонятно Ну тут всякая еще готовая еда есть Я иногда ее беру Вот, спагетти, например 11,80 12 юан И всякие десертики тут тоже есть вкусные Сейчас покажу, как оплачивать Оплачивать тут нужно следующим образом Вы подходите к этой штуке Нажимаете Начать Сканируете сами И оплачиваете QR-кодом Кстати, ребят За эту шоколадку я сейчас отдала 12 13 13 Это дорого Это дорого Но надеюсь, что это будет вкусно Давайте заглянем во фруктовую лавку Тут бамбук на входе стоит Вот Сейчас покажу вам, что сколько стоит Это, в общем Я половины не знаю, что это такое Вот виноград 29,30 юан За, наверное, полкило, что ли В основном В полкило все это считается Поэтому я не знаю Покажу вам Например Вот такая тарелка фруктов Стоит 10 Дыня стоит 8 Клубника Клубника стоит Фиг знает сколько В общем, да Хурма здесь вкусная Может быть, она стоит 10 Потому что я не знаю, как будет хурма Сами понимаете Вот Чтобы вы понимали Люди тут вообще не обращают внимания Снимаешь тут что-то или нет Ну как бы им пофиг вообще Своими делами занимаются Вот Такие вот Цены Вы можете спокойно их попросить Вам нарезать фрукт Почистить фрукт Они вам его в контейнер Спокойненько Почикают Порежут Что тут есть еще интересненького Вот Аптека Но я туда заходить не буду С вашего позволения Потому что там аптекари прям ходят за тобой По пятам Ну вот Аптека В аптеке, например, нет Очень мало витаминов То есть можно купить Д Можно купить рыбий жир Но, например, какого-нибудь Магния тут нет Они не понимают Что значит магний Что значит Что нужно-то Это вот такостейшн Мы сюда часто ходим Потому что здесь вкусно Загляну сюда на секундочку Показать вам Вот Сканируйте этот код И по нему открывается меню Заказывайте Вот И все Тут в кафе нет такого Ну в основном Почти во всех кафе Ты заказываешь по коду Тебе не нужно ни с кем разговаривать Ты смотришь все Просто по меню в телефоне Через Alipay Просто сканируешь Или через Wichita Вот И все Тебе сразу все показывают Что есть, чего нет Вот Но я сейчас не голодна Поэтому я ничего не буду Брать Потому что я сейчас уже буду возвращаться обратно Единственное, что мне могу еще показать Может быть, коопи-центр Но я что-то не Я что-то забыла, где он Блин Насколько я помню В коопи-центре Я туда ходила один раз И то За компанию Там нужно Скинуть Тому, кто там сидит Вот в этом коопи-центре На Wichita Твои документы Он тебе их на большом экране открывает И печатает Ну, в принципе, у нас Отправляют на почту Только тут Ты в Wichita Это все скидываешь Мне кажется, что Коопи-центр чуть подальше Да Коопи-центр вот здесь Сразу за фруктовой лавкой Ну, а тут можно Отксерить что-нибудь Распечатать чего-нибудь Вот Все там вот находится Вот Еще тут, как ни странно Я не знаю, что это такое Китайцы так смешно дернулся Увидел меня с камерой Тут очень много этих Парикмахерских А это вот третий пункт Выдачи посудок И еще один магазин Концтоваров Вот пространство за общагой Тут у нас речка Тут уже общаги Другого университета И окошки у нас уходят Наверное, в сторону Вот И вот просто такая дорожечка Вдаль речки Ну, хорошо, что я взяла Свою кофту Потому что Я думаю, на 24 градуса Чего брать кофту Но ветерок-то холодный А я простуженная И это не к добру Я еще так быстро чуть шла Первую половину пути Что вспотела И теперь Как-то мне зябка Вот Ну, надеюсь, что Будет благополучно кончиться И я все-таки выздоровлю На этой неделе Вот Anyway Все, мне кажется, для вас Сняла, чего хотела сегодня Вот Очень переживала Как же я буду снимать А всем так все равно Может быть, они, конечно И не понимают, что я делаю Но они не делают вид, что они меня не видят Вообще Это какой-то у нас кампус Очень протяженный Я бы сказала Я была на кампусе другого университета У них он как бы шире Он у них Не в длину В общем, а в ширину У них там У озера есть Попендрежники Попендрежники Своё озеро У них есть Видите Или У нас есть река Как он такой Мы ее, правда, делим Походу с каким-то другим универом Ладно Вот Дядяка ловит рыбу Написано Рыбу не ловить О, смотри Смотрите No fishing Дед Никто, абсолютно никто Дед Китайский дед Китайским дедам можно Китайским дедам можно все Ну вот Везде вещи сушатся Наверху Причем Мы купили-то обычную Сушилку Какую-то в России у нас была А тут все вот сушат На перекладинах этих Вот Вот как-то так, я думаю Дальше уж не пойду Там все то же самое Ничего интересного уже нет Вот Показала вам кампус Надеюсь, вам было интересно Давайте я чуть-чуть сниму Чтобы с вами, так сказать Глаза в глаза Быть Вот Спасибо большое, что посмотрели Надеюсь, вам было интересно Пишите, что бы еще вам хотелось увидеть Простите за то, что я периодически делаю Ничего не могу с этим поделать Вот Пишите, что еще бы хотели увидеть Спасибо большое, что посмотрели это видео Надеюсь, вам оно понравилось и я даже постаралась подснять вам цены, многим это было интересно а я ничего не запоминаю, поэтому прям подсняла вам их вот, все, всем спасибо большое за внимание всем удачи, всем пока